Всем привет! Сегодня будем снимать интеркуллер Mercedes Vito Радиатор для охлаждения воздуха наддува, который берет турбина Что первым делом? Понятно, что вот, видите, для удобства всего этого дела Лучше снять бампер, решетку радиатора, перемычку Все эти видео есть, ссылки держите И теперь у нас освободился доступ Можем снимать патрубок, подводящий воздух к турбине Вот он, аккуратно хомуты сняли Заодно можем его осмотреть Обязательно, кстати, потому как, бывает, эти патрубки лопаются Из маленьких трещин потом превращаются в большую со временем Это, конечно, не очень хорошо для турбины Теперь снимаем нижний патрубок Должно быть видно Подводящий, он у меня уже снят И теперь снимаем сам радиатор Кулер держится вот за основной радиатор Вот таким вот пластиковым фиксатором Мы его поддеваем Поддеваем его шляпку Выводим его Примерно вот так И тут бывает момент, когда он Но фиксируется, что полностью он не выпал там, не потерялся Но и при этом у нас вот Интеркулер не хочет сниматься Поэтому надо полностью этот фиксатор вытащить Он немного держится там на таких вот защёлочках Вот он Вытаскиваем его полностью И Всё у нас здесь пошло сниматься Значит, тут аккуратно Корпус пластиковый Выводим Чуть-чуть отклоняем основной радиатор Вот так примерно как-то Не очень это всё удобно Смотрим вниз И Вынимаем Такими вот Движениями Интеркулер Значит Значит Зачастую бывает он Залеплен Облит маслом Так как Турбина кидает масло И это всё дело у нас Залеплено Листьями Пухом Всё это дело выдувать надо Можно сжатым воздухом Можно Керхером Ну И Осматриваем Есть варианты Когда Радиатор интеркулера Оборудован Электровентилятором Есть варианты Когда Без электровентилятора Вот как В данном случае Смотрим его в обратной последовательности Фиксируем фиксатором Одеваем патрубки Проверяем шланги Обязательно Обтягиваем хомутами Всё Надёжными И В общем то всё На сегодня всё Подписывайтесь на мой канал Удачи на дорогах Удачи в ремонтах Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok